здрасте девочки и мальчики подписчики не подписчики тетей дядин короче покажу куда я приехал грузиться ночью каждый раз вот это вот такая вот фигня сейчас вы это увидите вам очень это понравится сейчас минуточку где можно найти у такое место вот это вот вот это как вы думаете чего вот это вот бачки мусорные которые всякое говно сбрасывают вот это тут такое болото непонятно чё оно такое ну в общем ужас ужас это меня таким грузят за увидеть его живой грузчики так оно все и производит вот туда дядьки туда уже дальше запихивают это дело и будем мы ехать на калифорнию и нищие болоте вот это тут как бы еще не застрять когда-то было мокро сейчас вроде подсохло так так сейчас покажу на чём я езжу я уже на этом белом раненом мустанге ездил но теперь он ранен еще больше все таки осталось прошло полгода ничего не изменилось так еще и решетку потеряли ну в общем скажем так нет слов или не хотят делать или денег жалко или вообще непонятно что происходит фары не поменены обещали поменять обещали поменять это правую часть ничего не поменяли вот так мы ездим и кто там думает что так все будет красиво вы на это особо не надеетесь вот такое и будет в общем вы поняли где я нахожусь а нахожусь очень красивое место почти италия только это называется город флоренса в штате аризона в этой пустыне вот этот вот это все и происходит а так вот весело да ну будем выгребаться скоро еще и скат пробил в в дополнение ко всем несчастьям надо ехать это миль 30 там трак стоп правый наружный второе оси трейлера болтяру поймал там наверно м10 уже шипит вовсю мы будем ехать все равно доезжать в общем что-то тут случилось такое непонятно такая пробка тут сотня траков собралась что-то наверно разбился перевернулся и дальше мы плохо едем вот такое вот осталось то фигня доехать уже время заканчивается приткнуться негде в общем никакого движения там стоит он такой такой хвост я так думаю тут до утра блин не рассосется правые ряды левые ряды в общем никто не движется так это по чуть-чуть 300 метров в день 300 метров в день будем ждать так стояние продолжается двигается очень медленно немножко проехали пол мили и опять никак не выберусь на десятую ну и боже мой время закончилось уже полчаса назад остановиться негде вот такая она легкая работа в 4 утра встал вот это до сих пор катаюсь за рулем блин 11 часов езды вот так вот центы зарабатывать да уж весело тут ну до утра я надеюсь выехать посмотрим как загружался в таком гамне а теперь еще в худшем гамне я разгружаюсь сейчас вам покажу о боже мой вот там трейлер стоит вот там в этом мусоре вот в этой на той площадке вон человек разворачивается мучается вот там я думал скаты порву вообще к чертовой матери и вот это вот вот это такое предприятие блин как ее назвать не знаю короче мусорная свалка вот так вот мы вот так и работаем сейчас пойду цеплять трейлеры на следующую загрузку посмотрим что там будет название предприятий просто супер просто супер на самом деле это просто ужас вот такой человек едет на весы так о май гад ну спасибо брокеру нагрузил поедем сейчас на следующую загрузку привет приехал на новую загрузку пиво должен был везти тут без пол-литра не разберемся тут какая-то тройная security взвешивание перевзвешивание выдали мне такую вот куртайку security чтобы на меня никто не наехал вроде меня и так не видно же блин на меня доедет потом не отберемся горе ну в общем скажем так вот такое вот тут предприятие я вам сейчас его покажу очень-очень сложно тут все машин дверей ну и все ходят вот таких вот пырточках серьезные люди ну и все тут просто жду что будет на погрузку опоздал надо было в восемь приехать опоздал из-за того что в пробке стоял там колесо ремонтировал время ушло короче что-то там книжку почитал приехал на разгрузку разгрузился все равно ж поздно ай а за того что поздно разгрузился не успел на новую загрузку и в общем все шишки на меня и я все виноват и вам денег заработать хочется а нам значит ничего ну вот так вот вот такая вот она веселенькое это веселенькое занятие а завтра у меня вообще классный день ну так или или наоборот ну кому как а завтра мне 69 стукнет а тут в этом трачке ну а так 69 год встречаем в траке за рулем где же дома семьей водки попить там пиво того же самого просто так на шару нет надо кому-то вести полный трейлер пива а самому быть трезвому вот как вот это вот пережить этот день рождения вот такой вот у меня завтра будет денек ребят парень вали привет всем ездит у нас тут поезд кто-то спрашивал есть ли электричка или что-то вот такой вот такой вот есть маленький даже не зато а а а а а а а а а у кого машины нет ну в общем встаю тут уже два с половиной часа стояние продолжается толку нет пока результат нулевой наверное пиво кончилось ждем пока новое наделают ну загрузили теперь выгружают и перегружают перевес по осям как и смело делать вот блин ну никак что за день сегодня не могу понять все плохо выгружают машинку и жду чтобы все было по осям легально а сейчас ничего не легального ой господи боже мой как это дурдом а потом там новый будет перегружать все вот такие дела молят ну в общем после всех мытарств в течении дня вчерашнего которые закончились аж в одиннадцать тридцать вечера начались еще до обеда закончились поздновато в общем чего там только не было да не буду рассказывать чтоб не испортить даже мне испортить настроение всем мечтателям которые хотят стать трак драйвером ну в общем веселуха так и прошла ночь и вот таки наконец уже и борода не выросла за это время и вот наконец таки наступил он этот день рождения который я опять таки отмечаю встречаю и праздную одновременно в этом траке и этот день рождения уже шестьдесят девятый вот так вот время летит очень быстро незаметно и смотришь уже скоро юбилей семьдесят а там надо уже что-то думать что-то думать такое не буду вам и говорить о чем ну в общем вот так вот а такая она тут работка конечно это остановился я тут на рестерии надо 30 минут перерывчика сделать а тут мантулю без высмочки успевать надо еще ого еще успевать покажу вам 1044 мили за завтра надо проехать за сегодня и за завтра надо проехать это расстояние и попасть ну в общем вот так вот вот это таки ну да но мы паркенбрейк мы обязательно все а там кто-то говорил что стукачи в америка американцы все стукачи действительно вот смотрите что он не пугает и телефончик сразу звоните как увидите пьяного водителя 911 ну и там они порешают с ним а вам ничего за это не будет никаких вам премиальных никаких поощрительных просто стучите и все ну зато в америке стукачок есть я их знаю но все ребята будем сейчас продолжать дальше двигаться ехать еще до часов наверное пяток проеду и будем ложиться отдыхать завтра утречком продолжим вот так сейчас а туда вон там конечно не видно там развилочка будет и мне направо на сакраменто и так далее и так далее и так далее и так далее вот он полетели и мне туда пока в общем продолжаем движение нет это едем куда мы едем штата айдах если солнце светит в глаз значит едем на кавказ а если солнце светит в жопу значит едем мы в европу вот пока мы на кавказ едем солнце прямо в глаз ой а ехать еще там около тысячи майлов вперед сакраменто проехали впереди Рейдинг ну и так далее и так далее в общем же тридцатый раз уже наверное по этой дороге уже она вам надоела всем показывать ну ничего другого нету тут вот это только вот такое и больше ничего хорошего нету хорошего нету не дороги а вот дороги в них хорошие надо сказать так тут они умеют строить ну нам бы так вот вот долгут гору что они тут копают блин непонятно копают очень усиленно видно золото вот другого тут ничего таки быть не может наверное правильно сказал Иван Франко лупайтесь в скалу нехай не жар не холод не спынет вас лупы нет это не копай это тут день и ночь вот уже тут не знаю сколько раз проезжал беспрерывно что-то грызут грызут перерабатывает он в эти кучки ну и куда-то вывозят вроде другого места нет вот это камней валяется везде ну вот так вот и живут а тут слева у нас озерко конечно очень большое осенью тут собирается миллионы просто миллионы уток гусей всяких нырков ну кого тут только нету я спросил там у Саши Загурского говорю Саша вот тебе поохотиться говорит валик это до первого выстрела говорит больше тут никого не увидишь сразу все как ветром сдует вот это так в общем девяносто седьмой фривей нет это хайвей а так мы едем скоро мы заправимся это собственно можно не заправляться у меня тут плевать ого вот он у меня больше чем пол бака нужно не заправляться а можно подзаправиться а так она а так и дела малята а ци тут вот акценты зарабатывает тут было одно местечко и выехал налево ой не знаю я вам рассказывал или нет короче ночью нужно было заправиться и смотрю так горит все похожее на заправку думаю заправка я туда как нырнул ай а на вот этом озере я видел тоже собрал где-то до 1000 пеликанов а тут сидела такая стайка не слабая тут уже куда-то собирались улетать наверно где-то на север вот так и едем вот это местечко куда я вскочил ребята ночью ничего не видно и так хорошо освещено вот это вот место вот как раз вот здесь ой на этом переломе когда я уже выезжал я чуть ламингир не оторвал я думал все да на перелом такой же трейлер садится ой а можно было поехать просто дальше там на площадке развернулся ночью ни хера не видно заправился в общем а до заправки еще тут впереди где-то 5 миль ночью при этом надо было видеть как я тут выезжал в общем после рестарта тридцати четырехчасового отстоя начал движение это Айдаха 15 фривей справа город Москатау вот а моя цель Грэйн Джаншин в штате Колорадо после Салтлей Сити буду выходить на семидесятку и по семидесятке в сторону Денвера будет этот колхоз там я разгружусь и оттуда уже поеду на Техас вот такие городишки там конечно погода угрюмая не солнечная как-то не веселая такая пасмурно очень на улице вообще 45 фаренгейта ну что бог дал то имеем вот так вот и продолжаем движение скорость тут разрешена приличная семьдесят для траков думаю немножко превышаем надо и совесть иметь надо вот так вот ага правильно ну едем осталось проехать чепуха четыреста сорок восемь миль сегодня я доеду завтра утром разрушаться вот так и и движемся вот так вот проспали полтора суток и теперь вперед семьдесят часов новых есть и будем зарабатывать центры ну вот такая картинка конечно когда солнечно тут красиво ну а сейчас так вот вот так как есть так и есть спасибо господу богу помогает двигаться вперед это на юг в сторону Лос-Вегаса через Орлы-Сити что будет там дальше интересно на семидесятке там есть кое-что посмотреть на раньше что я уже там ездил с него будет что интересное покажу интересно вырубили в скале как прорубили скалу построили дорожку конечно шикарно вот и было бы солнышко красиво ну пасмурная погода только что проехал весовую все хорошо без замечаний пропустили меня ну правда и по весам по осям все хорошо по тридцать три с половиной по осям так что я легальный продолжаем движение как в других штатах не знаю тут пока еще слава богу слава тебе господи боже помогаешь все пока идет хорошо но кому-то машин не хватает не знают куда их выбрасывать блин так еще и довозят новые такие вот мостики почему не сделать ровно я не знаю все хорошо переходы по мостам это просто ужас вот вот такая ничем не примечательная дорожка посмотреть хорошо но жить тут я бы не захотел ничего тут такого двигаемся кому не скучно оставайтесь смотрите кому скучно или там стекла грязные или еще там чего-то сразу отключайтесь и переходите на другие каналы движемся вперед а впереди вообще мрак что-то черное там я чувствую будет сейчас тут ну хорошок может быть хоть машину вымоет а то уже давно она бросится помыться а мыть мы ее не моем вот так вот в дождь и снег попадем и все будет окей и чистенький сэкономленные деньги ой хозяин вот боже мой ну так вот уже начинает накропать чувствую сейчас даст вперед вот приближаемся к новому штату а штат у нас следующий будет Юта Welcome to Юта вот так вот так что тут а бьюти тут вообще 80 для всех для траков для легковых нет ограничений ну и все так же в общем то погодка так себе правда солнышко уже выглядывает после дождик сзади там за мной метется пылищик наедет конечно не очень комфортно ну как уж получилось бетонка бетонка хорошая ровненькая и так как в Украине как сделает бетонку такая ровная что гробу не вы не выровняют после этой бетонки он портит впереди заснеженный ну в общем как то дождится немножко продолжаем продолжаем и по дождикам в в в в в в в